всем привет и опять the brush 2019 так давайте дальше его изучать в принципе не столько программу наверное уже а как что в ней можно делать вот ударился я по знаком вот сделали макдональдс теперь давайте постараемся знак вольтсвагена сделать и кстати спасибо за оценку моего личного времени и моего канала так погнали открываем тулы и попробуем открыть куб кстати многое может он тоже дать жмем edit и заходим в инициалайз в инициалайзе вот нам надо теперь это сделать треугольник так дивайды уберем и попробуем сделать треугольник вот так все это дело с плюс ним и попробуем все это дело преобразить вот сделался у нас треугольник все вот этим делом теперь будем работать делаем теперь всему этому make polymesh и смотрим как он у нас тут по флу установлен вот что-то такое проверим симметрии вот симметрия у нас и давайте теперь все это в деформации чуть-чуть покрутим так жмем ротацию и ротацию по иксу вот так вот перекрутим shift левая кнопка мыши выровним и вот теперь надо все это дело подкрутить как положено это будем делать наверно по z так вот таким образом на поставим чуть чуть о все поймал подкорректируем и вот что нам это теперь может дать посмотрим что да как и попробуем все это дело немножко вот так вот вытянуть вот таким вот образом для чего это нам надо а вот черт его пока поймете а теперь давайте сделаем дубликат вот так вот сделаем дубликат повернем у так модель переключимся на дубликат и все это дело сделаем еще шире геометрии сайт посмотрим по какой россии это все растягивается вот таким вот образом и все это дело вот до такого образа поднимаем вот так мало мало выравниваем можно даже потолще сделать вот так вот что-то в таком духе вот так вот теперь всему этому делаем дай на мэш первое второе это первому второму саптулу геометри делаем дай на мэш смотрим сетку заходим саптул и переключаемся на второй саптул в геометре делаем опять дай на мэш и вот это дело теперь будем вычитать на всякий случай давайте еще дубликат один сделаем так дубликат и его отключим пусть повисит пока вдруг что-то непредсказуемое будет в процессе так теперь переключаемся на второй саптул включим его сделаем вычитание ему переключимся на первый саптул делаем мэрдж и мэрдж даун окей снимаем выделение все это выделилось теперь с помощью мов переносим это все дело вот так вот в бок заходим в геометрии и делаем модифит опологи по иксу вот что-то такое получилось ну в принципе маловато будет наверное вернемся и немножко вот этот мов чуть-чуть вот сюда вот подтянем попробуем опять мера мтв ну в принципе что-то да что-то пойдет делаю без картинки по памяти так что уж извините если что-то пойдет не так теперь ctrl shift и давайте все это дело подрежем саптул и сделаем и сделаем всему этому дубликат отключим отключим поле f и вот теперь м и вот так все это дело приподнимем вот таким образом где-то вот до такого дела дело что-то вот так вот должно у нас получится теперь второму вот этому дубликат делаем мера мтвел вот так что-то хорошо уже не делаем прозрачность вот таким делом займемся так теперь вот этому всему ctrl shift и trim rect вот так вот теперь прозрачность можно отключить переключимся на первый саптул и вот так все это дело здесь тоже отсобачен вот таким образом теперь вот этот вот второй саптул попробуем немножко опустить вот до таких размеров вот где-то вот так вот прозрачность ставим и попробуем еще немножко это все дело отсобачить и теперь немножко отсобачим еще вот здесь вот вот что-то в этом духе получилось все вроде пока прикольно пока мы не добавили сферу давайте ее сделаем зайдем в тул и откроем цилиндр опять зайдем в инициалайз перевернем и вот эту вот вот так вот сделаем пустоту слишком тонкую не будем делать пусть потолще будет так ну в принципе вот где-то так ну и теперь всему этому опять же mirror and well таким образом заходим на наш знак заходим к саптулу и делаем аппенд и подгружаем вот этот именно цилиндр вот таким образом переключаемся на цилиндр заходим в биометри сайс делаем его потоньше вот таким образом и в деформации по иксу ротации переворачиваем это все дело вот так вот чуть-чуть выравниваем потом подкорректируем ну и сайзом можно это все дело прибавить слишком толстый у нас круг получился печально как с этим будем бороться давайте сделаем другой зайдем в саптулы этот удалим delete ok вот этот саптул нам тоже уже не пригодится тоже delete ok и зайдем теперь опять в тулы опять откроем цилиндр зайдем в инициалайз и попробуем сделать его чуть-чуть потоньше вот таким образом ну и сразу можно его наверное сплюснуть тут вот таким макаром ну вроде будет смотреться прикольно ну посмотрим и делаем у мира entwell заходим опять на наш знак вот здесь вот кстати нажимайте заходим в саптулы и подгружаем опять вот этот вот эту нашу заготовку на нее переключаемся и опять в деформацию в геометре так прибавляем ее в размере и в деформации опять же по иксу перекручиваем вот такое что-то получилось теперь жмем move и вот так все это дело приподнимаем так печальная история чуть-чуть у нас не хватает вот этого размера ну сейчас будем это все дело подтягивать вытягивать жмем W делаем маскирование вот так вот и с помощью MOV вот так все это дело подтягиваем снимаем выделение и геометри мира entwell модифит апологию так вот мира entwell все вроде победили мы эту незадачу ну теперь надо наверное круг чуть-чуть еще уменьшить сначала всему этому сделаем дайна мэш вот этой модели посмотрим на ее сетку все подправили так ну и теперь наверное круг надо по сайзу чуть-чуть уменьшить пардон заходим на круг переключаемся и немножко его уменьшим вот до таких размеров вот так вот перетянем чуть-чуть ротации еще подкорректируем вот так вот под целом о уже прикольно переключимся на одну модель Ctrl W назначаем полигруппу переключаемся на вторую модель Ctrl W назначаем вторую полигруппу и делаем дайна мэш вы видите что сетка тут у нашего круга не очень геометрии дайна мэш все делаем Ctrl W объединим теперь вот эти два саптула типа наши буквы делаем Merge Merge Down вот такая штука получилась поле F отключаем ставим Ctrl Shift ставим клип циркул этот и попробуем все это дело немножко обрезать можно по внутренней части круга резать так что не бойтесь она уже там состыковываться будет ничего страшного не получится вот такая штукенция все теперь все это дело мы опять же делаем Ctrl W смотрим что у нас тут с полигруппами и делаем чему этому дайна мэш можно сделать 0 мэш даже так все стыковка прошла удачно смотрим по бокам вот эту букву W давайте сделаем чуть-чуть потонше так Ctrl Z вот таким образом в принципе похожу ну и все это теперь надо объединить а можно не объединять ну давайте объединим Merchdown вот таким образом вот прикольный получился знак Вольтсвагена ну и теперь можно его немножко раскрасить так давайте теперь знак наверное для начала сделаем тоньше в геометрии и вот так вот его сделаем сплюснутым вот таким образом теперь вот эту часть немножко еще давайте добавим одну так заднюю часть Append и цилиндр еще добавим зайдем в деформацию опять по ротации давайте по X это все дело развернем вот так вот и по сайзу все это дело вот так вот прибавим с помощью моффу так все это вытянем вот до такого дела вот так вот ну и вот это все можно сделать сплюснутым делаем геометрии и вот так вот не по этой оси вот вот по этой оси мы его так вот вплюснем и немножко его прибавим в размере вот так вот вот с помощью мофф немножко уведем назад вот так вот переключимся на первую модель Subtool опять же в геометрии сделаем немножко ее пухлой чуть-чуть побольше так прибавим и вторую вот эту вот часть немножко сплюснем еще тоньше сделаем вот так вот ну вот уже модель такая не пустотелая можно пустотелый знак делать а можно вот так вот чуть-чуть заполнен заполненный видите что там типа бортики ну все прикольно короче для чего это надо а черт его знает и теперь вот давайте на первый знак переключимся и попробуем маскированием поработать вот так все это дело замаскировать надо ровненько вот так вот 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 таким образом и вот эту стенку теперь переключимся на квадрат рект и вот эту стенку немножко вот так тоже замаскируем замаскируем и немножко ее сделаем поменьше так не это зайдем в мов мов и вот так вот наверное с помощью мов сделаем так что у нас получается это вот вот такая штукенция получается прикольно вот текстуры у меня загружаются все работает вот такая штука все это дело давайте вот так вот подвернем немножко уменьшим прозрачность чуть-чуть пока уберем и посмотрим насколько без картинки попала буква именно в ракурсы и так и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok